Здравствуйте! Я приветствую вас на первом уроке моего курса «Правильное питание для похудения и здоровья». Меня зовут Мария Сафина, я автор данного курса, нутрициолог и консультант по правильному питанию. Итак, давайте начнем погружение в волшебный интересный мир правильного питания с урока, посвященном постановке цели и мотивации. Итак, вот обратите внимание, у меня здесь написана такая фраза «Правильное питание» – это стратегия здорового образа жизни. Давайте я вам сразу расскажу, чем стратегия отличается от тактики. Наверное, вы слышали уже такое слово. Вот смотрите, девушке срочно необходимо похудеть. Май, в июне отпуск, лишнего много, килограмм 10, и что она делает? Она садится на диету. Она урезает колораж своего рациона, может быть, убирает ужин, убирает свои любимые сладости-вкусняшки, убирает бананы, картошку и макароны. И, в принципе, у нее остается в рационе, ну там, один белок, допустим, овощи и вот немножечко гречки с огурцами обязательно, да? Плюс может включить кардио по 5 раз в неделю сумасшедшее, а можно еще 2 раза в день даже на кардио сходить, почему бы и нет. И вот эта диета плюс сумасшедшие физические нагрузки у нее присутствуют в ударном режиме в течение месяца. Ну, конечно же, да, она добивается своей цели, на силе воли, на геройстве, да? Она себя вот толкает каждый день в этот вот спортзал, ест вот эту вот курогрудку, немножечко гречки там себе сделает, 20 грамм. Слава богу, если там 20 грамм, может быть, и меньше. То есть человек, да, получает свой результат, но как он его получает? Во-первых, он получает не экологичным, да, нездоровым для организма способом, урезая и калорийность рациона, и урезая количество белка, жиров, углеводов, витаминов, соответственно, минералов, клетчатки, всего того полезного, всех тех полезных нутриентов, которые должны ежедневно поступать в наш организм и, соответственно, быть для нас ресурсами. Нас поддерживать, вот этого всего становится очень мало, и организм за месяц уходит в дефицит. В дефицит и по белкам, жирам, углеводам, да, и по некоторым, может быть, даже витаминам он может уйти в дефицит. Девушка рада, она одевает свой купальник красивый, ей прекрасно, она приезжает на отдых, и что там случается обычно? Там случается восполнение этого дефицита. То есть, организм восполняет дефицит чем? Тем, к чему девушка привыкла есть, что она привыкла есть ежедневно в своей, так сказать, обычной нормальной жизни, не ПП жизни, не вот в этом вот сумасшедшем колесе питания низкокалорийного и очень интенсивных физических нагрузок. Она восполняет это сладким и жирным, то есть сразу идут различные тортики, различные какие-то сладости, может быть, даже местного характера. Да, очень часто люди приезжают плюс там 5-10 килограммов и говорят, а здесь кухня жирная была, мне было просто нечего есть, вот в этой стране кухня жирная, но нет, кухня не жирная, это просто вот так вот организм закрыл дефициты, и закрыл он их, к сожалению, легкой энергией, которая быстро поступает в клетки, да, и быстро дефицит восполняет. Это тактика, то есть тактика это действие, которое вне стратегии, оно не подразумевает под собой, да, человек не понимает, как он будет дальше действовать, как он будет свой результат сохранять, как его результат повлияет на его здоровье, как он дальше будет этот результат сохранять с точки зрения физической активности, питания, да, образа жизни, может быть, там, своей работы, и как это все он будет подстраивать под свой обычный образ жизни, потому что большинство людей, которые садятся на диеты, они прекрасно понимают, что сейчас я месяц посижу на ПП, а потом у меня не будет этого ПП, потому что у меня будет нормальное питание, вот это ПП, да, вот это нормальное питание, потом я опять вернусь к нормальному питанию, да, и опять нормальное питание, возвращаются сладости, возвращаются печенье, возвращаются сластяшки-вкусняшки, возвращаются 1500 перекусов за день, орешки в сладкой какой-то оболочке, дрожжей и так далее, то есть незаметно-незаметно человек, конечно же, переходит к своему обычному питанию, возвращая потихонечку вот эти вот 1-2 печенки, да, и вот это несогласование с общей картиной своей жизни, вот этого вот точечного действия, которое приводит насилие воли к результату, это тактика без стратегии. Что такое стратегия здорового образа жизни? Это когда человек точно знает, когда он сделает прием пищи плюс-минус 15 минут, когда в его холодильнике есть нужные продукты для того, чтобы приготовить на завтра себе еду, и он вот с такими вот огромными глазами не ищет, там не рыскает у себя по полкам в холодильнике, да, не бежит с утра в магазин перед работой в 6 часов утра, чтобы что-то там себе сделать, или там что-то по сусекам наскребает. Нет, с вечера он точно знает, что утром он будет есть это, это, это. Если, допустим, он берет что-то в офисе, да, в обед, он в столовой возьмет вот это, 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 а вечером я приду с работы, у меня будет вот это, это, а вот это вот на гарнир, да, и там чай-кофе, допустим, то есть вот это стратегия, это действительно планирование, которому необходимо учиться, это не приходит за один день, потому что, к сожалению, в школах, в институтах нас этому не учат, питание беспорядочное, и смотрите, вот такую вот беспорядочную систему питания, отсутствие, можно сказать, да, культуры питания, мы нарабатываем ее с детства, видите, мы тренируем, 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 да, вот как упражнения спортсмены тренируют, они же его не сразу хорошо выполняют, они сначала там тренируются без веса, потом с весом, потом вес все больше, 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 они получают свой результат, то есть это не работа одного дня, да, не результат одного дня, это результат многочисленных повторений, и вот эта вот наработка навыка здорового питания, да, чтобы это стало вашей стратегией, чтобы это стало обычным для вас, она происходит не в течение одного дня, не в течение одного месяца, не в течение даже двух месяцев, представляете, да, вы привычку вот этого вот питания, так сказать, по наитию, без каких-то знаний, да, просто беру, что хочу, выбираю, что хочу, перекусываю, когда хочу, увидел какой-то десертик, взял в рот, ой, хочу, хочу, коллега принесла пирожок, да, мне это надо попробовать и так далее, вы все это меняете на совершенно другое, ну, действительно, на совершенно другое, на питание, можно сказать, из другого мира, потому что, что перекусы, да, например, 14 перекусов в день, вообще 14 приемов пищи, а мы с вами потом далее в курсе будем считать, сколько у вас приемов пищи, у меня вот у клиентов даже доходит до 14 приемов пищи, да, это каждый-каждый вот этот орешек запускает нашу ЖКТ, то есть ЖКТ работает целый день, вот от этого прийти к 3-4 стабильным приемам пищи примерно в одно и то же время, это действительно нужно поработать, нужно потрудиться и нужно сознательно вот поставить себе вот такую цель, вот это стратегия, это когда ты знаешь, планируешь рацион и соотносишь этот рацион со своим образом жизни, сейчас я вам приведу пример, вот смотрите, многие девушки, даже и молодые люди, они подписаны на спортсменов в соцсетях, в инстаграме, да, особенно на спортсменов американских, там, каких-то там бодибилдеров и так далее, девушек даже, да, которые занимаются силовыми видами спорта, даже на наших российских атлетов, и эти спортсмены часто выкладывают в сторис, да, в каких-то постах свое питание, и человек, который не является профессиональным спортсменом, который, да, может быть, там, ходит один-два раза в неделю на йогу, он видит эти порции, он видит, какие продукты в рационе профессиональных спортсменов, и он берет в свой рацион не только продукты, но и порции, то есть вот она, да, кладет 3 ложки арахисовой пасты себе с утра в кашу, и я положу, потому что она спортсмен, она круто выглядит, она ест эти продукты, да, но то, сколько продуктов она ест, включает в рацион, они оправданы ее огромной физической активностью, она тренируется там 7 раз в неделю, может быть, не 7, может быть, 11 раз в неделю, да, то есть действительно огромная физическая активность, когда человек это может включить в свой рацион, и это ему нужно включать в рацион, для него это ресурс, а если человек, да, который работает в офисе, он начинает вот это все включать в свой рацион, вот в этих вот огромных количествах, соответственно, плюс еще накидывает спортивное питание, то это получается огромная калорийность, и несмотря на то, что даже продукты являются здоровыми, их огромное количество в рационе, оно играет свою отрицательную роль, то есть получается профицит калорий, человек набирает, и он не понимает, а почему я питаюсь, вот я смотрю сторисы, да, как питается вот этот спортсмен, я питаюсь как он, я занимаюсь в зале, но не 11, не 7 раз в неделю, а 3, 2-3 раза в неделю, конечно же, ну, да, скажем честно, тренировки не такой, конечно же, интенсивности у человека непрофессионала и у человека профессионала, да, и человек не понимает, а почему я не худею, и хорошо, что он хотя бы не набирает, что он, да, держит свой вес от таких больших порций, вот, человек не понимает, ну, действительно, искренне не понимает, и вот смотрите, это значит, что питание просто не подстроено под его активность, под его образ жизни, да, то есть это тоже очень-очень-очень важно. Давайте дальше, и немножечко сейчас обо мне расскажу о себе, как я вообще пришла в эту тему, в тему правильного питания, наверное, как и многие девушки, я заметила, что моя фигура сильно ухудшилась после родов, до рождения ребенка, в 25 лет у меня родился малыш, я, в принципе, не отдавала себе отчетов питания, я за питанием не следила, я любила безе, любила различные у меня были любимые ушки такие, знаете, с сахаром, очень вкусные, покупала я себе эти ушки, где-то полтора килограмма, полтора-два килограмма, и у меня вот этот пакет уходил дня за три, то есть после каждого приема пищи я пила обязательно чай, и еще у меня было очень-очень много перекусиков, потому что, конечно, эти печеньки стояли у меня в красивой корзиночке, и сидишь за компьютером и как-то ням-ням-ням-ням-ням. Что у меня еще было? У меня было много безе, у меня было много различных салатов, я любила майонез, я вам скажу честно, были салаты с майонезом, была шуба делала, делала различные там оливье и так далее, картошку со сливками, этот картофель, картофельное пюре, то есть, в принципе, рацион у меня был, ну, что хочу, то и врачу, да, можно сказать, вот такое вот, спортивное питание я не употребляла, хотя иногда ходила в спортзал, как раз вот перед свадьбой я начала ходить в спортзал, и я поняла, что я начинаю худеть, я не поменяла свой рацион, я просто начала худеть, худела-худела-худела, ну, худела бы дальше, если бы не медовый месяц. И так, вот, после родов я поправилась с 48 до 62 килограмм, то есть, до родов, вот, я в медовый месяц весила 48, родила малыша, я весила 62 килограмма, и я поняла, что я не худею, то есть, прошел первый, второй, третий месяц, я не худею. Я поняла, что нужно менять что-то с питанием, и я начала садиться на диеты. Я перестала есть вечером, я ела одно яблоко, ну, то есть, диеты были достаточно, не достаточно жесткие, они были жесткие, они были очень низкокалорийные, и я на силе воли, за два месяца я похудела на 10 килограмм. И, в принципе, скоро я опять весила 48 килограмм, я была очень довольна, я в этот промежуток, я начала заниматься дома, у меня появился велотренажер, я занималась два раза в день, крутила педали, купила себе набор гантель, 3, 4, 5 килограмм, купила себе бодибар 8 килограмм, и начала заниматься, брала какие-то упражнения из интернета, и, соответственно, все это на очень-очень низком колораже, то есть, углеводы я очень сильно урезала, у меня был там белок, курогрудка, огурцы, вот прям все как надо, как люди считают, вот ПП. Да, похудела, но потом у меня начался зажор, скажем прямо, я не поняла, что это зажор, но я теперь-то знаю, что это такое, потому что я начала есть печенье, то есть, перед этим я же ела много печенья, да, я начала есть печенье, я начала включать сначала одну печенку с чайком, потом две, потом я смотрю, что вроде как ничего не меняется, да, вроде как я стройная, и я начала их снова покупать, и как-то все вернулось на круги своя, я начала опять набирать, набрала я до 54 килограмм, и как раз мы с мужем поехали в летнее путешествие, и я увидела свои фотографии, и тогда я поняла, что я выгляжу вообще не так, как я хочу себя, как я себя чувствую, да, как я себя ощущаю, и подумала, что надо что-то действительно менять, и вот действительно решила поменять все одним днем, я пошла в спортзал, и, соответственно, стала заниматься там с персональным тренером, и моим единственным запросом было то, что я хочу правильно научиться заниматься на тренажерах, чтобы быть худой и не набирать, то есть я не хотела набирать никакой мышечной массы, я просто хотела быть худой. Тренер поставил меня на путь истинный, прописал мне грамотный, мне попался грамотный тренер, прописал мне рацион, который я соблюдала неукоснительно, то есть если написано было в рационе там 100 грамм овсянки, то у меня было 100 грамм овсянки, не 104, не 105, я каждый прием пищи я взвешивала, просто абсолютно каждый, я взвешивала все, если там было написано 35 грамм зефира, я ела зефир, тоже взвешивала каждую там зефирку и так далее, было написано столько-то грамм макарон, я ела столько-то грамм макарон, то есть все было взвешено, и взвешивала я примерно полгода все приемы пищи, затем начала взвешивать только завтрак, не знаю, почему-то у меня такая вот традиция была. Затем я решила, что мне было бы интересно развиваться в данном направлении, были уже какие-то свои наметки по питанию, были свои какие-то первые результаты, выводы и так далее. Я перешла заниматься в другой спортивный клуб и пошла вот на курсы Health Coach годовые, за этими курсами последовала, соответственно, практика с клиентами, множество обучений на фитнесу нутрициолога, на спортивного нутрициолога, ФПА, Академия профессионалов фитнеса и обучение на профессионального, да, персонального тренера, чтобы мне заниматься самой уже в новом зале, строить самой своей тренировки и понимать именно систему в этих тренировках. И, соответственно, очень мне в этом помогло тоже в моей практике, мое все-таки высшее образование, то, что я, у меня пищевое образование, я инженер-технолог общественного питания, повар четвертого разряда, у меня пятилетний опыт работы поваром, плюс опыт работы на различных производствах, но больше всего на алкогольном производстве. Как-то мне так попалось, что именно такое не пищевое, а вот про изготовление алкоголя, но хотя на некоторых пищевых производствах тоже мне удалось поработать, почерпнуть свой опыт, соответственно, все это использую в своей практике, в своих курсах. И далее для того, чтобы работать с клиентами именно с их пищевым поведением, с их мотивацией, именно с их наработкой навыков, да, я пошла также еще учиться в Эриксоновский международный институт коучинга, получила квалификацию коуча международного ICF и затем еще спортивного коуча, то есть коуча, который специализируется именно на людях, которые занимаются спортом и которые занимаются фитнесом профессионально, профессиональной деятельностью. То есть это тоже сфера мотивации, да, сфера ежедневной мотивации, как себя мотивировать, как не перегореть, как сохранить результат, как выйти там на старт, да, не бояться и так далее, перебороть какие-то свои страхи, неуверенность, как со всем этим бороться. Соответственно, тоже по этому направлению работают со своими клиентами. Итак, ну хватит, ребята, обо мне, немножко вы со мной познакомились, и теперь, что мы сегодня с вами будем проходить. Посмотрим, для чего вообще ставятся цели, да, очень часто, давайте поставим цель, давайте поставим цель, давайте поставим цель. Действительно, многие люди не понимают, для чего ставить цели. Сейчас я объясню, как правильно ставить цель, для чего ставить цель, как ее для себя интерпретировать, что такое мотивация, поговорим про это волшебное слово, как удержать результат, это тоже очень важная составляющая, да. Да, поговорим о поддержке, потому что у меня очень многие клиенты жалуются на то, что они начинают вести здоровый образ жизни и их не поддерживают родственники, не поддерживают окружающие. Обязательно затронем этот вопрос, потому что это очень важно. Человек существо социальное, он всегда, даже если человек это отрицает, он всегда смотрит на то, как на него реагирует, как он реагирует и так далее. То есть вот это взаимоотношение, человек, общество, оно всегда есть, особенно если это близкие люди, которые с вами живут в одной квартире и кушают с вами за одним обеденным столом. Посмотрим, что такое навык и привычка, чем они различаются. Расскажу вам про наработку навыков и про несколько очень интересных упражнений, которые вас продвинут в наработке мотивации, в ее удержании и так далее. Ну что, давайте поговорим о том, зачем вообще ставить цели. Вот я здесь сделала такую картиночку, подобрала с самолетом. Смотрите, у самолета есть точка А, откуда он вылетел, аэропорт, и есть точка Б, куда он прилетит. Если бы у него не было точки Б, куда бы он прилетел? Ну не знаю, куда-то бы прилетел, да? Но, скорее всего, не в тот аэропорт, в который ему нужно. Он же не знает, в какой аэропорт ему нужно, он же не знает своей точки Б. То же самое и человек. Если не знать вот этой точки Б, да, цели, то никуда и не придешь. Поэтому цель это ваш вектор. Помните, рисовали такую вот стрелочку, да? И это не такая вот железобетонная суперцель, как великие корпорации ставят, там, нам нужно поставить цель, там, доход 150 миллиардов долларов. Нет, это ваш вектор, с которым вы будете смирять свой правильный курс. То есть вы, допустим, сейчас весите 65 килограммов, хотите похудеть до 60 килограмм. Да, допустим, ставите срок себе 2 месяца. И свой вес, свои показатели вы со временем смиряете по тому, да, как это соотносится с тем, что я хочу получить в конце. То есть цель-то ставится для того, чтобы свои результаты ежедневные, да, и действия соотносить с этой целью. А как это действие сейчас относится к тому, что я хочу получить в итоге. Вот я сейчас пирожок ем сладкий, с, не знаю, с сахаром, да, и сверху у меня еще вот так вот много-много-много крема вечером. Как это соотносится с тем, что я хочу похудеть, да, и весить 13 мая 2020 года 60 килограммов? Ой, что-то никак. Может быть мне не есть сейчас этот пирожок? Наверное, это решение не то. Оно не согласуется с моей целью, да. Вот, чтобы принимать правильные решения и осознанно относиться к своим действиям именно относительно данной цели. Да, нет вектора, нет цели, нет вектора, нет понимания, куда двигаться, нет понимания, что делать. Когда вы видите свою цель, вы хотя бы примерно, если вы совсем не ориентируетесь в ситуации, вы хотя бы примерно, да, понимаете, как вам этого достичь. Если, да, если нужно, вы понимаете, каких специалистов вам нужно привлечь для того, чтобы эту цель достичь, да, построить дом. Вы же примерно понимаете, каким специалистам вам нужно обратиться. Там, я хочу дом, столько-то там комнат, да, из такого-то там материала на такой-то земле. То есть, я понимаю, что мне нужно обратиться, допустим, к дизайнеру, да, мне нужно обратиться к риэлтору, чтобы он мне посчитал вот эту стоимость земли и так далее. Посмотреть, сколько стоят эти материалы. То есть, все, мне нужно вот этих специалистов всех найти для того, чтобы они мне помогали мою цель достигать. То есть, видите, вы уже ищете пути решения. И очень важные вопросы, которые вы всегда можете задать относительно своей цели, это вопрос, почему для меня это важно. Это главный вопрос, который определяет для вас именно наличие мотивации к цели. Вы можете задавать его не только, когда вы ставите цель непосредственно, вы можете задавать его в любой момент времени. Что-то мне как-то лень сегодня, не пойду я сегодня в спортзал. И тут лежите такой, распластались на диване, вот вам лень-прелень. И вспоминать, а почему для меня важно ходить в спортзал? А вот потому, что я хочу быть красивой, потому что я хочу быть здоровой, потому что я хочу похудеть весь 60 килограмм 13 мая, потому что я хочу надеть свое любимое платье, потому что я хочу получать комплименты, потому что я хочу ходить в топики в зале, потому что я хочу красивые там мышцы, не знаю, да. Почему? И хочу, чтобы смотря в зеркало, я чувствовала себя действительно классно, уверенно, уверенно такой в себе спортивной девушкой. И я понимаю, что действительно вот столько факторов, да, которые, почему мне важно ходить в спортивный зал. Я встаю и иду, потому что для меня это важно. И прямо смотрите, что это мне дает прямо сейчас. Прямо вот сейчас, в сегодняшний день, да, давайте насчет правильного питания, да, что мне дает соблюдение правильного питания, режима правильного питания прямо сейчас, прямо вот сегодня. Так, во-первых, то, что у меня не будет, я сделаю легкий ужин, допустим, да, у меня не будет вечером тяжести, я себя поблагодарю за то, что я очень бережно отношусь к своему организму, я скажу себе, что я молодец, что я сегодня ввела новые продукты в рацион, я завтра с утра проснусь в легкости, мне захочется завтракать, я проснусь в хорошем настроении и не буду себя винить за то, что я вчера съела, допустим, пирожный, пирожок и так далее. То есть, вот что мне дает, да, какой ресурс мне эта еда, этот мой образ жизни дает прямо сейчас. И что мне это дает в долгосрочной перспективе. То есть, если я буду это делать каждый день в течение, давайте не будем большой период времени брать, допустим, 6 месяцев, да, если я сегодня, сегодня не буду, допустим, да, вместо своих 5 печенюшек съем 3, если я сегодня это сделаю, а если я завтра съем 2, потом опять 2, потом опять 2, а потом, может быть, 1 съем, то вот если я вот за этим буду наблюдать, да, если я буду соблюдать этот режим, то что мне это даст долгосрочной перспективе через 6 месяцев? Да это совершенно другой человек будет, это будет более стройный, более уверенный в себе человек, уже с, да, с хорошим питанием, буду себя хорошо чувствовать легко в кафе и в ресторане, когда я буду видеть различные блюда в меню, я буду выбирать именно те блюда, которые будут именно полезны для моего организма, и, соответственно, я буду спокойно определять долю сладостей, каких-то высококалорийных жирных продуктов, которые я действительно могу позволить в соответствии с моим образом жизни. То есть, вот такие вот штуки очень-очень важно себе задавать, такие вопросы открытые, сильные вопросы, и, конечно же, переходя к действиям, что лично я могу сделать для осуществления моей цели? Цель, она ваша, она не вашего тренера, не вашей мамы, не папы, не сестры, как бы они вас не поддерживали, да, поэтому действия, которые совершаются, они должны исходить, конечно же, от вас. Не полагайтесь на погоду, природу, не знаю, наличие чего-то или отсутствие чего-то, наличие, отсутствие настроения. То есть, вот что я сейчас могу сделать для того, чтобы через три месяца, да, 20, когда там мы сказали, 13 мая, да, 2020 года весить 60 килограмм. Я прямо сейчас могу сделать себе хороший, легкий ужин и покушать, да, который будет содержать должное количество белка, жиров, углеводов. Или прямо сейчас я могу посмотреть, какие продукты в моем рационе, на моей кухне содержат добавленный сахар, да, сахар, различную патоку, фруктовый сироп, глюкозный фруктозный сироп, сироп агавы, мед. Я посмотрю и я решу, что мне с этими продуктами делать и могу ли я сделать так, чтобы они были для меня ресурсом. Или для меня, при моем образе жизни, это не ресурсная еда, и я буду минимизировать действительно эти продукты и ограничивать. Хотя, конечно же, всегда необходимо минимизировать, ограничивать продукты с добавленным сахаром, да, просто кто-то может позволить их чуть больше, кто-то чуть меньше, в зависимости от, соответственно, образа жизни. То есть вот такие открытые вопросы очень важно себе задавать, они будут направлять вас по вектору достижения вашей цели. Итак, что такое мотивация? Как я уже говорила выше, мотивация это прежде всего для себя ответ на вопрос, почему для меня сейчас важно. Почему для меня сейчас важно правильно питаться? Почему для меня сейчас важно делать свой завтрак, в котором преобладает белок, в котором мало сладкого, в котором есть сложные голеводы и клетчатка? Почему для меня сейчас важно ходить в тренажерный зал? Почему для меня сейчас важно читать, научиться читать этикетки и понимать, какой продукт мне выбирать для своего здорового рациона? То есть, вот эта вот важность, ценность того, что вы делаете для своего рациона, очень важно, опять же, повторюсь, за таптологию. И многие люди, они путают мотивацию и дисциплину, да, мотивация это все-таки такое вот вдохновение и видение того, чего вы хотите. Вот такое, ах, можно сказать, я вижу себя 13 мая 2020 года в весе 60 килограмм, и у меня, я понимаю, почему мне это важно, и у меня возникает вот такая вот мотивация, вот эта вот движущая сила, которая для меня, да, она ставит вот это вот действие по направлению к цели в приоритет, она ставит, да, достижение цели в приоритет перед какими-то другими целями. А дисциплина это режим ежедневный, который строится на том, что у человека уже нарабатывается какой-то определенный навык, то есть это уже какое-то действие, оно становится у него частью его жизни, обычной жизни. И вот тогда режим дисциплину действительно соблюдать легко. Это все основывается, конечно, на мотивации, тоже на понимании того, почему для тебя это сейчас важно. Итак, насчет мотивации тоже можно позадавать для себя вот такие вот вопросы, что для вас является мотивацией к вашей цели. Вот прям конкретно напишите, да, конкретные критерии, по которым вы поймете, что у меня есть мотивация. Один, два, три. У меня есть мотивация, чтобы весить 60 килограмм 13 мая. Да, что это? Это первое. Моя мотивация это я влезаю в красивое платье, в мое красное, которое у меня лежит, висит в шкафу. Моя вторая мотивация то, что я нравлюсь себе в зеркале и говорю себе, какая я классная, какая я молодец. Третья мотивация это, допустим, я вот вижу, смотрю на весы, вижу вот эту цифру и она меня мотивирует и дальше следить за своим весом, за своим здоровьем. То есть вот результат, да, ваш, это тоже мотивация. Когда мы получаем какие-то промежуточные результаты и сравниваем их с вектором и понимаем, что они правильные, это наша мотивация тоже. Поэтому вот эти вот, да, потом будем с вами говорить, будем делать несколько измерений в течение нашего курса. Это все сравнение с вектором, это все усиление и усиление мотивации. И далее, смотрите, иногда у человека есть мотивация, он говорит, да, мне важно, но при этом он лежит на диване и ничего не делает. При мотивации, если у вас есть мотивация, вы понимаете, почему для вас это важно, следующий ваш шаг это организовать условия для того, чтобы вы ежедневно начали выполнять шаги к вашей цели. То есть никто за вас эти условия не организует, никто не заинтересован в выполнении задачи так, как вы. Поэтому, конечно же, здесь нужно брать ответственность только на себя. Даже с самой лучшей программой тренировок и даже с самым лучшим питанием, с самым лучшим тренером не будет результата, если человек сам не организует свою жизнь вокруг своей цели, чтобы все для него было ресурсом. Не знаю, каждый червячок, который в травке шевелится, чтобы он говорил, молодец, ты молодец, ты идешь к своей цели, да. Каждая книга, которая лежит у него в доме, да, она его поддерживает в его начинаниях. Магазин, в который он заходит, выбирает продукты, это тоже ресурс, потому что там он выбирает полезные продукты. Дорога на работу, допустим, да, это тоже ресурс, потому что он подумал, а как мне, допустим, сократить свою дорогу, да, так, чтобы для меня это не вызывало стресс и не вызывало потом у меня поедание печенюшек. Вы сами создаете условия себе для реализации вашей цели, и сейчас у вас есть все возможности для того, чтобы уже начать двигаться к цели. В данном случае, да, этот курс и другие возможности тоже, которые мы рассмотрим ниже. И вы можете себе задать такой замечательный вопрос, как вы можете создать сейчас условия для того, чтобы начать двигаться к своей цели, да. Что вас будет поддерживать, кто вас будет поддерживать. Мотивация – это позитивная агрессия. Что такое агрессия? Агрессия – это энергия, которую мы куда-то вкладываем. Эту энергию мы можем вкладывать как в позитивные вещи, то есть в созидание. Например, в нашем случае это стремление, да, достичь своей цели – это конкретные действия на пути к цели. А если это энергия разрушения, человек начинает корить себя, вот, я так и не сделал, да, так и не пошел я к своей цели, ну и съем я еще 5 пицц, там, не знаю, 5 кусков этого пирога, ну и все равно. Вот, вот такой вот энергии, то есть мы можем сами распоряжаться, мы можем сказать себе, я же не бильярдный шар, я человек. Я не качусь по ровной поверхности стола, направляемый чьим-то толчком, чьей-то рукой. Я могу всегда сказать себе, стоп, что я сейчас делаю, как те действия, которые я сейчас прямо делаю, соотносятся с тем, что я хочу в своей жизни видеть. Кем я себя хочу видеть, как я именно вижу, допустим, свою внешность, свой вес, свои другие сферы жизни, да. Что я в конце концов хочу, ну, вообще от жизни, да, получить. Вот, то есть направляйте свою энергию на созидание, на то, чтобы достигать действительно важных и нужных для вас целей. Здесь я написала вот название книга «Агрессия» Конрада Лоренца, об этом можно подробнее почитать вот именно в этой книге. Ну что, а теперь давайте поговорим о том, что новая идея всегда слабее старой привычки. Что это значит? Всегда трудно в свою жизнь внести что-то новое. И это факт, это нужно принять. У вашего тела, у ваших внутренних ощущений всегда будет такой вот фактор непринятия. Да, это многие люди интерпретируют это как лень на первых порах, да, неохота, начинают искать различные такие факторы, которые как будто бы мешают им, да. Просто множество отвлекающих факторов можно найти, но это ищет ваш разум, который хочет оставить вас в тех комфортных условиях, в том гомеостазе, в котором вы пребывали вот эти вот последние 10 лет, да. И вы начинаете искать кучу факторов, каких-то отвлекающих, каких-то мелких дел, которые вот сейчас прям вот надо сделать. И не сходить в магазин за правильными продуктами, да, не посмотреть очередной урок, не сделать домашнее задание. Вот надо вот это вот мне сделать, не знаю, вот надо фильм посмотреть, который давно не смотрел, хотя какое там влияние этот фильм оказывает, это еще непонятно. Да, куча причин, чтобы не сделать, отложить, ой, я потом это сделаю, я понял, а действие это не сделано, да, человек, да, понял, действие это не сделано. Даже очень часто, да, как я говорила, да, действительно вы сами себе можете создавать, придумывать эти факторы буквально из воздуха, просто чтобы не делать, чтобы оставаться вот в этом, да, именно в зоне комфорта. Поэтому для себя нужно всегда понимать, что если вы хотите получить тот результат, которого у вас никогда не было, если вы хотите, да, вступить вот на эту стезю получения новых знаний, питаний, допустим, да, как на этом курсе, то действительно нужно осознанно приложить усилия, понимать, что да, я сейчас приложу усилия к тому, чтобы выйти, мне сделать вот этот вот шажок за мою зону комфорта, чтобы она потом расширилась, но она же потом расширится, и вам уже будет в ней хорошо. Настанет тот день, когда для вас новые действия уже не будут чем-то необычным, вы не будете думать, составлять какие-то планы даже, да, похода в магазин, что вам купить. Для вас это все будет обычным, для вас это все будет частью вашего здорового образа жизни. Это вот и есть как раз наработанный навык. И давайте сейчас посмотрим, какие же виды бывают мотивации. Мотивация от, давайте все-таки сначала мотивация от, все-таки она встречается более часто. Я здесь привела примеры, да, я не хочу быть полным, я не хочу весить столько-то килограмм, я не хочу быть там, не знаю, толстухой часто говорят, я не хочу рано просыпаться и так далее. То есть я не хочу, вот эта вот частица не, она отражает всю суть мотивации от. Человек уходит от каких-то событий, да, вот какого-то визуального образа, который ему не нравится. Я хочу быть как вот этот вот человек, я хочу сделать вот такой вот результат. Я хочу вместо вот этого, вместо пяти эклеров, есть два эклера, да, я хочу тренироваться с персональным тренером два раза в месяц. Вот это мотивация к, то есть видна уже вот такая вот цель и вектор. И вот смотрите, если подумать, а какая мотивация из этих работает лучше, мотивация от или мотивация к, да, обе эти мотивации работают. И обе из них можно использовать, особенно в построении здорового образа жизни. Почему? Сейчас я вам объясню. Вот смотрите, все-таки основную цель лучше строить в положительном ключе. В следующем слайде мы с вами будем говорить о том, как правильно именно по пунктам свою цель поставить. Да, то есть цель лучше поставить, как цель движения к светлому будущему в позитивном ключе. Я вот этого хочу, я к этому стремлюсь. Но при этом иногда можно себя мотивировать, да, и как бы подпинывать вот такой вот мотивации от. Вот смотрите, такая вот формулировка. Я не хочу, там, там, лежишь что-то там, мне не хочется никуда идти, да. И про себя можно задать себе вопрос, что будет, если ты сейчас перестанешь заниматься, если ты пропустишь это занятие, если ты сейчас пойдешь и объешься в ресторане, да. Что будет, если ты приготовишь себе не то, что ты с вчерашнего дня запланировал. Что будет, если ты сейчас, не знаю, съешь вот эту вот штуку, да, или пойдешь в этот ресторан и так далее. То есть рассмотрите альтернативную реальность, да, небольшая такая, да, пиночек под зад, небольшая мотивация от. Какой будет твой результат, да, о котором ты мечтаешь, если ты сейчас съешь вот этот огромный кусок торта. Это прямо достаточно такая, ну, жесткая, я бы сказала, мотивация, да. Это будет негативная визуализация. Вы себя представите, как если бы вы один раз себе разрешили вот этот вот, да, вечером кусок торта, потом разрешили. А так оно и будет, ребята. Если один раз разрешил, то разрешил потом и потом и потом. И, конечно же, ни о каком результате, об ответственности за свой результат здесь говорить не приходится. Вот. И поэтому точечно, конечно же, можно использовать вот такие вот вопросы, да. Как я уже говорила, очень классный вопрос, как продвигает меня то действие, которое я сейчас делаю к моей основной цели. Как это действие согласуется с тем, что я хочу получить к 13 мая 2020 году. И все, сразу снимаются розовые очки, сразу говоришь себе стоп, из бильярдного шара ты превращаешься в человека. И делаешь действительно осознанный выбор, осознанного, грамотного человека и осознанного потребителя продуктов. Очень важный закон, который работает во всех сферах, работает очень хорошо в жизни. И, соответственно, он работает в здоровом образе жизни. Это закон лимитирующего фактора. Посмотрите, вот у меня здесь большими буковками написано. Прочность звенья в цепи определяется прочностью ее самого слабого звена. Скорость каравана в пустыне это скорость его самого медленного верблюда. Видите, бочка. То, сколько воды в бочке определяется длиной самой маленькой доски. То есть, какие бы ни были у вас преимущества. Я переведу сейчас на жизнь, на нашу человеческую. Какие бы ни были у вас преимущества в других каких-то сферах. Та сфера, которая у вас проседает, всегда будет тянуть ваш результат вниз. Она будет вашим лимитирующим фактором. И, если что, какое-то непредвиденное обстоятельство, именно лимитирующий фактор, он сломается или что-то с ним случится. То есть, он даст течь быстрее всего. То же самое в здоровье. Допустим, если человек перестает следить за своим здоровьем, самым главным, самым первым у него заболит то, к чему есть какая-то, может быть, генетическая предрасположенность. То есть, вот этот вот лимитирующий фактор, может быть, где были травмы и так далее. Если человек пошел в тренажерный зал и начал очень интенсивно заниматься при низкой калорийности, то, соответственно, тот лимитирующий фактор в его здоровье, он сдаст в первую очередь. Может быть, это генетика, может быть, это старые травмы, может быть, это генетика плюс травмы, плюс питание, которое у него до этого было. То есть, обязательно нужно следить, чтобы у вас примерно все вот эти досочки, да, они были на одном уровне. Чтобы не было огромных вот таких вот досок, чтобы не было маленьких, чтобы гармонично все сферы развивались. И, говоря о питании, ой, говоря о здоровом образе жизни, вот смотрите, да, эти сферы могут быть питание, режим, спорт, мотивация. Смотрите, если все остальное нормально, да, то есть ровненько, а питание проседает, то будет результат? Нет, не будет. Если человек, допустим, соблюдает режим, нормально, да, ложится спать и так далее, режим сна, режим отдыха, ходит, занимается спортом, у него есть мотивация к тому, чтобы заниматься спортом, но питается он так себе, когда пропустит прием пищи, когда вместо котлетки съест конфетку, будет результат? Нет, не будет. Соответственно, то же самое, если режима нет или режим сильно проседает, будет результат? Нет, результата не будет. Если спорта нет, будет результат, да, который человек там, допустим, поставил? Нет, не будет, потому что каким бы, ребята, открою вам сразу секрет, каким бы здоровым не было питание, спорт должен присутствовать обязательно, просто обязательно, как обязательная часть жизни, минимум 150 минут в неделю среднеинтенсивной физической нагрузки. Будем потом об этом говорить, то есть, либо 10 тысяч шагов. Это минимально то, что вы можете подарить своему телу, минимальное вот это вот количество движения. И мотивация. Если есть питание, режим, спорт, но человек не знает, для чего он это делает, в конце концов, все это, конечно же, сведется на нет. Заставлять себя всю жизнь невозможно что-то делать. Нужно находить те грани, да, те факторы, которые для вас в этом занятии важны. И в питании их, они есть, и для себя лично их тоже необходимо обозначить. Так же, как и в физической активности. Потому что, да, даже очень хорошо построено питание с годами, оно будет требовать так же и спорта в жизни. Потому что, к сожалению, есть такое явление, как саркопения. Это возрастное уменьшение мышечной массы. И, соответственно, так как гормональный уровень у людей, у женщин, у мужчин, он меняется, возрастание количества подкожного жира и ожирение. Вот, поэтому спорт обязателен, просто обязателен. А теперь давайте поговорим о конкретных критериях постановки цели. Да, какая должна была быть цель? Ну, во-первых, цель должна быть вашей. Она должна вас зажигать. И, глядя на ее формулировку, даже записанную на листке бумаги, напечатанную на компьютере и так далее, вы должны хотеть достичь этой цели. Вам должно быть интересно в процессе. И вам должно быть важно для себя получить этот результат. Позитивная формулировка. Все-таки мотивация к, да, как я говорила. Допустим, 13 апреля 2020 года я вешу 75 килограмм. А если не получается сразу сформировать вот в таком позитивном ключе? Человек говорит, я хочу перестать опаздывать на тренировки. Что мы представляем? Да, что человек там смотрит на часы, бежит и так далее. Вот такое вот представление. Что представите, то избудется. Поэтому необходимо задать себе вопрос, а что я хочу вместо этого? Я прихожу за 20 минут до начала тренировки, начиная с 3 мая 2020 года. Прекрасная цель. Как ты будешь к ней идти? Вот и все, да? То есть мы переводим негативную цель в позитивную. Я не хочу быть толстым. А каким ты хочешь быть вместо этого? Прекрасно. Я не хочу есть много сладкого. А сколько ты хочешь есть сладкого? И человек отвечает. Я хочу есть, допустим, 3 печенья вместо килограмма, которые я хочу есть сейчас. К какому времени для тебя было бы комфортно, вот как ты думаешь, да, в соответствии с твоим образом жизни, эту цель себе поставить? Ну, наверное, за 3 месяца я смогу, говорит человек. Ага, вот давай, да, обозначим тогда с тобой 3 месяца. То есть через 3 месяца ты будешь есть столько-то, да, килограммов печенья. То есть, видите, цель уже позитивно, позитивно сформулирована и уже к ней хочется идти. То есть, есть точка А, вот мой сегодняшний, да, результат или мой сегодняшний вес. Есть точка Б, к чему я хочу прийти. Дальше. Цель должна быть конкретно измеримой. В таких вещах, как похудение, все-таки цель должна быть, да, действительно конкретной. Я хочу похудеть, это цель позитивная, но она не конкретная. Вот смотрите, например, человек говорит, у меня здесь, вы видите, пример приведен. Я хочу пойти в салон красоты. Звонит, я хочу прийти в ваш салон. И ему говорят, идите на север Санкт-Петербурга. Ну, приходит он на север Санкт-Петербурга, смотрит, а там и магазины, и какие-то там, не знаю, дома, и что-то еще. И он не знает, где этот салон. Вот тут здесь маникюр делают, здесь педикюр, здесь пешеходный переход, здесь полицейский участок. А как салон-то искать? То есть, столько трений получается, то есть, нужно спрашивать, нужно еще раз звонить и так далее. А если он звонит по телефону и говорит, я хочу прийти там, да, в салон красоты. И ему сразу говорят, идите по такому-то адресу, там, 2-й, Муринский, тра-ля-ля, переулок, дом 51, салон Сириус, мастер Татьяна. Да, вот она тогда-то работает, и ближайшая свободная дата такая-то, да. Так даже если ему скажут просто мастер Татьяна, и он придет в этот салон, он же знает адрес, если там этого мастера не будет, то с большей долей вероятности все-таки он пришел, он этот салон нашел, и он уже либо запишется, да, на какую-то процедуру, либо прямо сейчас выберет другого мастера, если, да, допустим, мастера Татьяны на месте не будет, то есть если ему вот это вот не скажут, график работы мастера Татьяны, просто скажут, обратитесь к мастеру Татьяне, приходите и обратитесь к этому мастеру. То есть чем цель поставлена более конкретно, тем больше вероятности того, что вы не собьетесь с курса и будете точно идти к своей цели. Например, смотрите, вот пример у меня, да, вешу 63 килограмма 13 апреля 2020 года, а первоначально было хочу похудеть, то здесь непонятно, до какого все-таки количества килограммов человек хочет похудеть. При этом вот здесь еще можно указать те параметры, допустим, фигуры, да, которые человек хочет видеть, может быть, там объем талии, объем груди, объем бедер, можно здесь также указать, если для человека это важно. Если важна именно цифра на весах, можно оставить цифру на весах. Далее, вот имею объем талии вот такой-то 13 апреля 2020 года. Вот, пожалуйста, то есть человек хочет вот талию 72 сантиметра. Вот, пожалуйста, он ставит для себя цель в том ключе, в котором ему нравится, который ему зажигает. И именно вот это, да, для него важно, именно иметь 72 сантиметра в талии. Соответственно, чтобы это было для вас экологично, для вашего здоровья. Потом мы будем об этом говорить. То же самое про тренировки, да, не просто хочу ходить в зал, да, в спортивный зал, а я хочу тренироваться два раза в неделю, во вторник и в четверг с 19 до 20 часов. И сразу внести это в свое расписание, сразу же выбрать тренера и так далее. То есть до конкретики, до мельчайших деталей свою цель себе обрисовать. А теперь следующий вопрос, да, многие люди говорят, а если моя цель неизмерима, получить здоровые привычки питания. Отличная цель, но здесь, ну как, да, действительно она неизмерима, да, научиться быстро готовить, контролировать свой аппетит, снизить количество сладкого в рационе, иметь определенный тип фигуры, сделать рельеф, стать красивой, женственной, получать удовольствие от тренировок у братишки, сделать пресс. Конкретизируйте. Есть такой замечательный вопрос, а по каким конкретно критериям вы поймете, что вы добились результата? То есть представьте себя, добившегося уже результата, и вот вы смотрите на себя и пишите, я понимаю, что я добился результата один, да, допустим, для, вот первого, да, получить здоровые привычки питания. По каким конкретно критериям я понимаю, что у меня эти привычки есть? Первое. Я использую много сложных злаков в своем рационе. Здесь можно еще уточнить, что для вас значит много. То есть на завтрак, на обед и на ужин я ем сложные углеводы, да, или цельнозерновые злаки. Вторая привычка. Я ем жареное мясо во фритюре не более одного раза в неделю. Если для человека это актуально, если он считает это своей привычкой питания, то да. В принципе, здесь указаны цифры, все понятно. Третье. Я не ем эклеры. А он сказал через не, да, можно задать вопрос, а что ты ешь вместо этого? Я ем три порции фруктов и овощей каждый день. То есть вот в таком вот ключе, чтобы это все было положительно, чтобы это действительно вас двигало. При постановке цели всегда конкретика одолевает универсальность. Специальное одолевает универсальное. То есть чем конкретнее вы увидите, визуализируете для себя свой результат, тем больше вероятность того, что вы к нему придете. Итак, рассматриваем дальше критерии постановки цели. Дальше идет ограничение по времени. Это самое главное, вы ставите себе тот период, который для вас был бы комфортен. Цель, которая очень растянута по времени, какая она была бы неинтересная, она скорее всего достигнута не будет. Потому что она находится на таком далеком космическом расстоянии, что вы просто, вот это время, оно для вас будет тянуться очень долго. Оно будет для вас, таким вот большим оно будет для вас препятствием. Вы уже забудете, для чего вы ставили эту цель. Поэтому ставьте цели такие, чтобы вы могли их достичь примерно за полтора месяца. Если цель действительно такая большая, высокая, то необходимо ее делить на более маленькие цели. Потому что помните, я вам говорила, что каждое достижение вот этой небольшой цели, это для вас дополнительная мотивация, что вы достигли и получили промежуточный результат. Поэтому, если ваша цель похудеть на достаточно большое количество килограмм, или цели, которые не вписываются в полтора месяца, который идет этот курс, поставьте на тот срок, который вы считаете комфортен для вас, для достижения этой цели. И поставьте себе несколько подцелей, что бы вы хотели для себя самым наилучшим образом, именно через полтора месяца после начала вот этого курса. То есть очень важен вот этот промежуток, который вы себе определите для постановки, для выполнения цели. А если цель наоборот поставлена на очень короткий промежуток, вы можете, во-первых, ее либо не выполнить, либо это будет такое, знаете, помните, я рассказывала в самом начале, диета на геройстве. Потом будет откат и, соответственно, будет демотивация. Потому что вы получили результат, а потом его не стало. И все. И уже не хочется ни правильного питания, ни физической активности. Хочется лежать на диване и есть пиццу. А так не надо. Поэтому все время, все периоды времени, конечно же, должны быть в ваших целях, быть очень-очень экологичными для вашего здоровья. И вписываться гармонично в ваш образ жизни. Не нужно переворачивать весь ваш образ жизни за один день для того, чтобы начать правильно питаться. Нет. Надо постепенно делать каждый день действия. Но делать и регулярно. И самое интересное в постановке цели, то, что отличает нас от великих корпораций, которые оперируют сухими цифрами, это эмоциональная составляющая. Вот я привела в пример. 20 мая такого-то года я вешу 75 килограмм, смотрю в зеркало и вижу нереальную красотку. Вы тоже можете также сделать такую вот эмоциональную составляющую в вашей замечательной цели, которая вас действительно будет заряжать. Например, очень хорошо мотивирует такое словосочетание «я могу легко». В приобретении навыков, которые для вас сейчас трудны, это работает очень хорошо. Я легко могу зайти в кондитерскую и взять только кофе. Вообще. И ты представляешь, как ты заходишь, залетаешь такая стройная в кондитерскую и берешь кофе, и тебе вообще сахар и жир, эти пирожки тебе не нужны. Зачем? Да? У тебя совершенно другое пищевое поведение. Ты другой человек. Я могу легко составить для себя рацион здорового питания. Вообще замечательно тоже, да? Что легко именно для меня это не составляет никакого труда. Я могу легко ориентироваться в мире продуктов питания. Вот мы представляем, человек приходит в супермаркет и выбирает, да, смотрит состав. Он понимает, что там написано и понимает, в каком количестве он это вносит сейчас в свой рацион, да? Что он из этого завтра приготовит и кладет это в свою корзину. Я в своих занятиях спортивных очень часто ставлю себе цели через формулировку «я могу легко». Я могу легко подтянуться пять раз. Когда я начинала подтягиваться, я вообще никогда не думала, что для меня это возможно. Потом я потянулась один раз и я поняла, что это возможно. Вот. И я поставила себе вторую цель. Я могу легко потянуться пять раз. Когда я потянулась пять раз, десять раз для меня было просто невозможно. Это что-то с чем-то. И я себе поставила цель. Я могу легко потянуться десять раз. И я визуализировала, визуализировала, визуализировала и в один прекрасный день навизуализировала. То есть при этом, конечно же, я увеличивала, практиковала и так далее. То же самое можно в различных своих других сферах использовать это замечательное словосочетание. И вам такое задание, да, купите себе блокнот для того, чтобы работать на данном курсе письменно, красивый какой-нибудь, пойдите в магазин, в книжный, выберите красивый блокнот и поставьте себе цель, да, по тем критериям, которые мы сегодня с вами обозначили и запишите ее. Потому что очень важно, когда ваша цель записана в красивом блокноте, да, который создает тоже атмосферу и тоже для вас будет символом начала вашего здорового, правильного питания.